Качели, горки, канаты. Есть где разгуляться и Веронике, и другим детям. Мама довольна. Говорит, когда старшая дочка была совсем маленькой, играть было негде. Сейчас приходит сюда с двумя детьми. Мне кажется, сделали просто очень даже классно. Ребенок радуется, бегает, прыгает, катается. Мы просто в восторге. И самое главное, что все это бесплатно. И вообще парк сделали классный. В общем, мы очень любим сюда приходить и гулять, кататься на роликах, на велике. Теперь будем кататься на этой замечательной горке, на этом комплексе. Оборудование изготовлено в Санкт-Петербурге. При монтаже, уверяют подрядчики, предусмотрены все меры безопасности. И эта детская площадка, и еще одна рядом для совсем маленьких в парке Победы появились в конце прошлого года. Да и сам парк реконструирован относительно недавно, накануне Олимпиады. В наступившем году в Костинском районе появятся еще две площадки в парке имени Фронзе и в сквере влюбленных. Если не насыщать такие вот парки отдыха, какими-то элементами благоустройства, детскими площадками, спортивными комплексами, то, соответственно, особого посещения этих парков не будет. Поэтому по поручению главы города в парке Победы установлено две площадки. Улица Красных Партизан. Еще недавно дорога здесь была полностью разбита. Требовался серьезный ремонт. И он был сделан в первые дни Нового года. Кроме того, в нормальное состояние приведена и улица Глазунова. Улица Дарвина в Кудепсте. Ее отремонтировали также в рамках программы благоустройства Хосинского района. В планах на 2015 год приведение в порядок еще нескольких десятков улиц и дорог. В том числе и в сельских округах. Смета уже составлена. Где-то нужно заделать яму, в других местах требуется восстановление полотна. На это в наступившем году потратят 140 миллионов рублей. 43 дороги Хосинского района будут отремонтированы в наступившем году. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ. Елена Всецкая, телекомпания ФКТ.